Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Делаем вывод, что у глагола «обежать» есть приставка «о», которая стоит перед корнем. В некоторых словах может быть несколько приставок. Обратите внимание на глагол «предусмотреть». Подбираем к нему однокоренные слова «смотреть», «усмотреть», «смотреть» и сделаем вывод, что в глаголе «предусмотреть» можно выделить две приставки. Первая приставка – это «у», которая есть в слове «усмотреть», и приставка «пред». Имя числительное – это самостоятельная часть речи, которая может обозначать количество. В этом случае она отвечает на вопрос «Сколько?» – «5», «5», «55». Также имя числительное может обозначать порядок предметов при счете. В этом случае она отвечает на вопрос «Который по счету?» – «2» или «66». Имя числительное может входить в состав даты, как, например, в предложениях «Я хочу поздравить вас с 8 марта» или «Я готовлюсь к 8 марта». Если имя числительное входит в состав даты, то оно склоняется, а вот название месяца всегда употребляется в родительном падеже. «Я хочу поздравить вас с чем?» – «С 8» – это творительный падеж, «Марта» – родительный падеж. «Я готовлюсь к чему?» – «К 8» – это дательный падеж, «Марта» – это родительный падеж. В некоторых числительных пишется мягкий знак в начальной форме. Мягкий знак на конце слова пишется в числительных, которые обозначают числа от 5 до 20, и в числительном 30. Посмотрите, 6, 16, 26. Мягкий знак в середине слова пишется в числительных, которые обозначают круглые десятки от 50 до 80, и от 500 до 900. 60 – мягкий знак в середине, 600 – мягкий знак в середине. Чтобы запомнить это правило, есть подсказка. Обратите внимание на такую закономерность. Если мягкий знак есть на конце слова, как в слове 16, то его не может быть в середине. И наоборот, если мягкого знака нет на конце слова, как в словах 60 или 600, то он будет в середине. Теперь давайте вспомним корни с чередованием гласных «о», «а», которые проверяются значением, то есть смыслом. Корень «равн» имеет значение «равный, одинаковый, наравне», пишется с гласной «а». Корень «равн» есть в таких словах, как «уравнение» и «поравняться», то есть «стать наравне». Корень «ровн» имеет значение «ровный, прямой, гладкий», пишется с гласной «о». Он есть в таких словах, как «сравнять» и «уровень». Запомните слова-исключения. Равнина пишем с гласной А, поровну и ровесник пишем с гласной О. Также к таким корням с чередованием гласных ОА относятся корни мак и мок. Мак имеет значение погружать в жидкость, например, макать вареник в сметану. Корень мок имеет значение пропускать, впитывать жидкость, вымокнуть под дождем. И к таким же корням относится корень плав. Гласный звук в этом корне может быть ударным, как в слове «плавать», здесь у нас нет орфограммы, может быть безударным, как в слове «поплавок». Пишем гласную А. Следует запомнить слова «пловец» и «пловчиха». Мы пишем их с гласной О. Слово «плывун» мы пишем с гласной И. «Плывун» обозначает подземные воды. Слово «плывун» мы пишем с гласной И. Слово «плывун» мы пишем с гласной О. Продолжение следует...